всем привет меня зовут юлия кремлёва я астролог вы на моем канале алиса аршавина или алиса казмина как принято ее называть осталось без носа и многие задают мне вопрос по какой причине алиса казмина красивая женщина осталась с таким дефектом что же такое повлияло на нее что алиса теперь изуродована ну давайте начнем с того что алиса казмина родилась вообще нормальным человеком с нормальным носом в свое время она была фотомоделью и в принципе внешность у нее ну на любителя конечно я не назвала бы ее красавицы но тем не менее внешность вполне приемлемая вполне себе симпатичная и естественно поклонников у нее было много и замуж она успела сходить до аршавина и даже второй раз она вышла замуж то есть она пользовалась вниманием мужчин естественно многие из вас знают и понимают что алиса аршавина делала пластические операции но вот одно дело люди делают пластические операции у них все нормально после этих операций а другое дело вот человек остался реально без носа а какие планеты на это влияют но я вам честно скажу что времени рождения алисы казминой я не знаю и я знаю только ее день рождения она родилась 7 июня 1982 года если ставить время рождения на начало суток то ее луна находится в знаке зодиака стрелец где-то 18 градусе и при этом у луны есть оппозиция от солнца это значит что человек сам собой не в ладу я вот честно даже не знаю куда больше какой больше версии склоняться что алиса казмина родилась в начале суток потому что как в начале так в середине суток так как в конце суток у этой луны есть неприятные нюансы так вот если она в начале суток родилась то луна стоит в оппозиции к солнцу не в ладу сама с собой эмоции перебивают собственное его собственное его не понимает собственный эмоциональный фон и таким образом у нее происходит внутренняя разбалансировка но здесь есть запасная подушка есть под подушка безопасности до такой спасательный круг мы его называем полу парус это такая конфигурация которая в общем-то уравновешивает в этом случае уравновешивала бы ее эмоциональный фон и это несколько планет в том числе сатурн который ретро градит но вот в ее случае это могло бы быть спасением то есть сдержана она эмоция она могла бы быть сдержанной и если бы она остановила эмоциональный фон и просто задумалась какой-то момент вот так здраво да поразмыслила что делаете что делать то и эмоционально она бы сама себя уравновешивала и успокаивала без чужой посторонней помощи но вот сатурн этот ретроградный да и был бы он в директной фазе было бы совсем другая картина то что он ретроградный это несколько ее подвешивает в таком подвешенном состоянии но может указывать на то что человек склонен каким-то депрессиям хотя не сильным до в этом случае не сильные депрессии все равно человек как бы вот устаканивается он все равно приходит в норму какое-то время но мы видим с вами что этот человек вот совсем не может держать себя в руках потому что она устраивает какие-то скандалы на пустом месте чего стоит только один ее скандал который она устроила в самолете когда кричала на сотрудников аэрокомпании и угрожала им каким-то своим близким родственникам фсбш ником кстати по поводу ее родителей о родителях и и никто не знает и здесь тоже вот нюанс который бы я больше описывала бы соединением луны с нептуном вот здесь непонятно кто родители непонятно какие традиции непонятно какая семья непонятно какая мама то есть вот она соединение луны и нептуна и если еще добавить сюда черную луну то с черной луной тоже а когда луна человека при рождении соединяется с черной луной это такие как бы червоточинки на ее семье часто такому человеку неуютно находиться в родной семье с мамой с папой часто ему хочется убежать от своих родителей подальше пораньше освободиться от их так сказать опеки хотя внешне эта семья вполне себе благополучно но нет у вот такого человека с черной луной ему все-таки кажется что что-то не так что-то не то либо он не у той мамы родился вот все время его преследует подобное предположение хотя она в корне может быть и неверной и родная мама и все он вот что-то гложет человека не так донесет и не то традиции не нравятся традиции это человек готов исковеркать полностью но в том числе а у нее есть указание на эмиграцию или проживание вдали от своей семьи но лучше конечно если этот человек будет жить где-то возле моря либо где-то в уединении либо вот как ее случае быть медийным человеком чтобы все они говорили чтобы все про нее знали к слову сказать астролог никогда не может знать глядя в карту человека уровень его моральных качеств то есть какой-то человек хороший хорошо он поступает либо он плохой и плохо поступает вот в поступки человека астролог точно заглянуть никак не может это выбор человека как себя вести вот могла же например алиса козьмина зайти в самолёт и просто спокойно поговорить сотрудниками аэрокомпании даже если есть что-то не нравилось даже есть что-то не устраивало но нет она предпочла раздуть скандал и здесь тоже вот говорится о неуравновешенным эмоциональном фоне именно потому что ее луна оставит знаки зодиака стрелец стрельцом управляет юпитера он такой он ему много надо у него внутренние заточены амбиции ему надо понимаете как никому другому вот он хочет дайте и все и хоть ты там тресни вот случай такой саршавины то есть куда бы ее не поставить луну это алисы до луна все равно попадает знак зодиака стрелец солнце у нее находится в знаке зодиака близнецы это очень серьезно заточенный на общение человек на общение на переезды на документацию и хочется многих людей знать и ей хочется разговаривать со многими людьми вот в частности есть указание на знание иностранных языков не очень у нее необычное мышление необычное чувство юмора особое чувство юмора вот если бы она взялась за ум взялась бы за книги кстати тоже вот астролог не может сказать человек выберет читать книги уявленных куда-нибудь там посеет и предпочтет устраивать скандалы и вот в ее случае она предпочитает устраивать скандалы если бы она почитала книжки до закончила бы еще какое-то высшее образование кстати это на журналист по образованию но почему-то она не работает по своей специальности доработает и тебе все дано у тебя даже солнце там стоит и меркурий ретроградный который мало того что ретроградный так еще и с оппозиция от урана это дает совершенно необыкновенное мышление не такое как у других совершенно особое вот и пользуйся до своим словом пиши о том что ты знаешь пиши о том как ты встретилась людьми каких людей ты узнала и все прочее но вот в ее случае это не так она предпочитает то скандалится она предпочитает вляпываться в какие-то скандалы в какие-то передряги предпочитает перетряхивать грязное белье свое и чужих людей этого аршавина рассказывать про скандалы с его мамой своей свекровью и прочее прочее то есть человек совершенно не может удержать себя в руках хотя карта такая что ну все дано абсолютно все даже наличие совершенного изобилия ретроградных планет в ее гороскопе посмотрите сколько ретроградных планет в ее гороскопе это и меркурий это и сатурн это и юпитер это и плутон это и уран и это даже нептун Люди с таким количеством ретроградных планет всегда стремятся быть известными, всегда стремятся быть на виду, всегда стремятся быть успешными, чтобы их знали. Они заточены на то, чтобы как можно больше сделать за тот период времени, который им подарил Господь Бог. Вот этот период времени, который называется жизнью, они должны как можно больше наверстать. Вы понимаете, ретроградность планеты – это что такое? Это когда человек не успел что-то сделать в прошлых воплощениях, то есть он задолжал по этим планетам, задолжал по их смыслам, по их, то, чего они дают, то, что они дают человеку. Дают, а человек не пользуется. Они опять дают возможности, а человек не пользуется. И в этой жизни они оп и ретроградные, то есть хочешь, не хочешь, а должен сделать. А вот вывернись наизнанку, но сделай. И у нее вообще все шансы даны на то, чтобы делать, на то, чтобы ее услышали, на то, чтобы, ну, нет, предпочитать строить какие-то козни. И в результате получает то, что получает. Я уж не знаю, она выхватила из-за того, что там разбила семью Аршавина, да, вот хотя Аршавин, ну, кстати, на Юле на своей не женился. И вот, кстати, тоже интересная тема. А почему не женился? Трое детей, прекрасных детей. Юля сама вообще прекрасная женщина, да. Вот посмотрите, насколько она целеустремленная, какая она умница, как она умеет красиво говорить, как она за собой следит. И вот тоже взял и ушел от нее, да, бросил своих родных детей. Ну, то есть, если интересна тема, мы можем ее тоже разобрать на моем канале. Говорите, так вот, возвращаясь к этой Алисе, как бы разбила семью, и теперь она получает, типа, бумеранг, да. Я, к сожалению, не знаю, где стоит ее асцендент, потому что именно он и планеты этого асцендента отвечают за, будет ли человек свою внешность менять. Вот часто такое бывает, например, когда у асцендента есть, на асценденте стоит какая-то ретроградная планета. Кто его знает, где у Аршавиной стоит этот асцендент? Может быть, в знаке зодиака весы. И в этом случае у нее прямо на асценденте может стоять такая планета, как Марс, а она дает, если она стоит на асценденте, очень часто дает шрамы на лице, либо сотрясение мозга у человека. Вот если это так, если Марс стоит у нее на асценденте, то тогда здесь и ретроградный Плутон, и ретроградный Сатурн, а они тоже могут давать повреждения кожи. И вот Алиса пошла, сделала себе эту пластическую операцию, да не одну, как мы с вами знаем, и, получается, потеряла нос. Так что здесь дело даже не в бумеранге, а в том, как конкретно человек распоряжается, собственно говоря, собой и своей внешностью. Если у вас какие-то остались вопросы, пожалуйста, задавайте их, комментируйте, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, я за звездный позитив.